Вы говорили, что земное на халяву могут дать, а божественное – нет. И в то же время молитва за детей или родственников может помочь им. Получается, что для них это будет как бы халява. Дело в чём? Дело в том, что молитва за детей и родственников – это возможность, которую мы им даём через себя. Эта возможность реализуется или нет? Вот это очень важно понять. Это возможность. Я создаю для них фон. Но если я молюсь, то вот пускай у меня, то есть начинаю нажимать, то тогда действительно я могу выровнять ребёнка, и за это я испорчу его душу, и за это должен ответить. То есть почему в любой молитве всегда говорится – да исполнится воля Твоя, Господи. Не как я хочу, а как Ты хочешь. Тогда я накладываю ограничения на свои желания. И тогда я ограничусь фоном, но не изменением. Не одна женщина говорила. Мой ребёнок умирал, мой сын. И я взмолилась, пускай на меня перейдёт эта болезнь, пускай он выздоровеет. И он… Шансов выжить не было. Он выжил. И говорит, сейчас ему сколько там… Он взрослый, он ненавидит меня, он меня избивает. Она говорит, я поняла. Он мстит мне за то, что я загубила его душу. У него была настолько душа чёрная, он должен был умереть от болезней. А я, говорит, взяла на себя, я развратила ещё больше его душу, и он сейчас, так сказать, мстит за то, что я повредила его душе, спасая его тело. Поэтому мы должны в первую очередь думать. Мы привыкли, для нас забота о душе и забота о теле где-то работает. Дело в том, что когда заботишься о другом человеке, когда ему отдаёшь его телу, то чувство любви и отдача энергии идёт автоматически. Но нужно понять, что главная отдача, главная забота должна идти через отдачу любви на первом месте, на втором – отдача энергии, на третьем – отдача уже на физическом плане. И вот это нужно чётко понимать, что по мере того, как мы развиваемся, всё меньше физической помощи и всё больше помощи духовной и любовной. Ну, это как на Востоке. Если ты дал рыбу, ты накормишь на один день, а научишь рыбу, сказать, ловить – это помощь на всю жизнь. Поэтому нужно помогать всем, но нужно помогать правильно. Поэтому отдача любви и энергии – мы должны всё время выходить на более тонкие моменты отдачи и заботы. И вот это, я считаю, очень важно. И когда мы просим о Божественном и молимся за родственников, ещё раз хочу подчеркнуть – мы должны правильно им помогать. С одной стороны, создание фона, а с другой стороны, где-то остановить внешнюю помощь или где-то жёстко отнестись или сказать, ты знаешь, я считаю, что тебе рыбу хватит есть, тебе пора рыбу учиться ловить и так далее, и так далее.